Добрый день! Мы продолжаем наше занятие, наше изучение книги Нехемия после двух вводных уроков. Мы, наконец, как было обещано, сегодня приступаем к изучению самого текста. И давайте начнем читать. Первая глава, я, забегая вперед, предупреждаю вас, что она будет в основном состоять из... Во-первых, глава короткая, во-вторых, глава занимается в основном молитвой Нехемии. Итак, стих первый. Слова Нехемии, сына Хахалии, было это в месяце Кислев, на 20-м году царствования Дарьявыша. Вот, видите, уже названия месяцев начинаются, приводятся как названия вавилонские, а именно оттуда пришли эти месяцы. Ведь в книге никогда вы, в книге в Хумаше, в Торе вы никогда не встретите названия месяцев. Или месяц первый, месяц седьмой, или же месяц Зив, месяц Ходыша и Таним. Но не вот эти названия все, которые у нас сегодня существуют. Это названия вавилонские или персидские. В общем, приведенные из этого, привнесенные в нашу жизнь после нахождения в этом изгнании. На 20-м году царствования Дарьявыша. Здесь в скобках приведено имя Дарьявыша, потому что здесь будет упоминаться имя Артахшаста. А как мы говорили, как поясняют наши мудрецы, Артахшаста — это название императоров, которые правили в Персидской империи. И как паро или фараон — это общее название для царей той страны, тех империй. Так и Артахшаста в Персии назывался местный император. И был я в Шушане, в столице. Шушан — это современный город Сузы, если по-русски так его сегодня называют. Небольшой городок, крошечный городок на юге Ирана, недалеко как раз от Ирака, от бывшей древней Вавилонии. И туда перенесли персы свою столицу. Там же и были события, связанные с Пуримом. И что там у нас есть сегодня? У меня были соседи евреи из Ирана, которые были там на могиле Мордыхая и Эстер. Хотя есть мнение, что Мордыхай прожил около 400 лет. И уже не обладая пророческим даром, но он пережил всех и Аншик Несеток Дурам, уже Великого Собрания, и всех своих современников, Эзру и Нехемию. Вот таким долгожительством его наградил Всевышний. А также, наверное, самая известная могила наших предков, а именно Даниэля, находится также в городе Сузы. И что доказывает, очень красивый, можно легко найти в энциклопедии, в Википедии, даже на русском языке, очень красивое конусообразное здание, как будто бы из чешуек сделанное. И поклоняются Даниэля, признают и мусульмане, и христиане. Есть мнение, что его останки были перенесены каким-то князем, кажется, в район Узбекистана. Но это нас не касается. В общем, город этот столичный и Шушана-Бира. Я был в Шушане, в столице перевод не соответствует, не совсем верный. Шушана-Бира. Сегодня у нас принято говорить, столица это Ир-Бира. Так вот, Бира это, как бы это назвать, кириат мемшала больше, это правительственный район, или просто дворец, замок царя, а вокруг него уже есть город. Поэтому я был в Шушане, в столице, не в городе, в столице, а даже находился внутри правительственного поселения, внутри Кремлевской стены, если это по нашими современными понятиями оперировать. И пришел Ханани, стих 2, один из братьев моих, он и люди из Иудеи. Ханани, брат мой, написано. Ну, каждый еврей, так поясняют некоторые комментаторы, он является братом любому другому еврею. Есть такие, которые утверждают, что это был настоящий кровный брат Ханани. Нехемий, простите. Ханани был братом родным Нехемии. «Пришли с ним люди из Иудеи, и расспрашивал я их об уцелевших жителях Иудеи, которые остались там после изгнания, и об Иерусалиме». Вновь стих требует внимания, не можем пройти, не объяснив здесь несколько моментов, оставшиеся. Кто такие люди оставшиеся? Мы ведь идем по мнению, что Нехемия, он же Зрубавель. А значит, можно сказать, что это Зрубавель, который построил второй храм, который пробыл там в Святой Земле уже 16-18 лет. И вот он был отправлен, как мы говорили в предисловии, в введении к наших предыдущих уроках, был отправлен обратно в Персию, в столицу для того, чтобы ходатайствовать об отмене каких-то восстановлений против антиеврейских. И главным образом для того, чтобы добиться права на возведение крепостной стены вокруг Иерусалима, вокруг Иерусалимских кварталов. Мы говорили, наверное, в одном из первых наших занятий о том, что все практически наши лидеры нашего народа, наши мудрецы великие, которые пришли в Иерусалим, они были отправлены обратно. Мордыха и был отправлен обратно для того, чтобы добиваться размораживания стройки второго храма. И он как раз там выполнил роль главного человека, который вместе с Эстер работали в направлении спасения народа Израиля против вердикта Амана и Ахашвероша, а точнее вердикта Всевышнего, для того, чтобы, точнее, народа Израиля побудить к раскаянию и отменить таким образом, вымолить у Всевышнего пощады. Даниэль также, мы приводили мнение, что он, нет этому большого количества подтверждений, нет источников, а только Медраж Широшерим говорит, что Даниэль после того, когда Персидская и Вавилонская империя пала, ему он как бы остался без работы, и Реш сказал, что лучше мне питаться плодами Святой Земли, чем плодами за границей, чем жить там, за границей, и он поднялся в Святую Землю. Но вот, по другому мнению, опять же, в Медраж Мегелат Эстер, Атах, который был связным между Мордыхаем и Эстер, которая находилась внутри Гарема, внутри дворца Ахашвероша, это и был Даниэль. И Даниэль погиб, его убил Аман. Он, узнав о том, что он выполняет роль Связнова, он его убил. И вот совпадает с тем, что эта гробница действительно официально существует в городе Сузы. Поскольку евреи, поскольку Нехемия вернулся из Святой Земли в Персию, то можно сказать, что к Нему пришли люди, оставшиеся те, которые остались там. Не все люди, большинство евреев оставались в Святой Земле, и вот они пришли к Нему с рассказом. Но почему такое мнение, или такой взгляд на эти вещи не совсем подходит? Он вызывает вопросы. Мы сейчас увидим из слов этих людей, этих евреев, которые пришли из Святой Земли к Нехемию, что жизнь там очень плохая. В Святой Земле есть проблемы у некоторых частей, у некоторых прослоек общества еврейского. И Нехемия очень начинает разорять, он переживает. Он очень переживает, возносит Всевышнему молитву и приступает к решительным действиям, для того, чтобы пойти на вабанг и попытаться выпросить, вымолить разрешение у царя Дарьявыша на возведение крепостных стен вокруг Иерусалима, что должно улучшить жизнь вот тех вот евреев, тех групп еврейских, о которых жизни и о страданиях, о которых ему было сейчас рассказано. Так какая сложность в таком взгляде, в таком подходе? Понимание этого лишено смысла, потому что получается так, что Нехемия не знал, что творится в Святой Земле. Человек, который будет сейчас пехой, человек, который номер два в народе Израиля после Эзры, человек, который является, он же Зрубавэль, является Зрубавэлем и потомком царей народа Израиля, царского рода. От него, наверное, это его продолжение линии Машиаха. Человек этот наверняка был осведомлен о многих, о всем, что происходило в народе Израиля, потому что это один из тех, кто держит вожжи правления, стоит у руля правления, у власти. Соответственно, реакция ему непонятна. Другое мнение говорит, что идет речь о евреях, которые остались в Святой Земле и никогда не покидали ее. То есть даже после разрушения первого храма и после того, как Навухаднецер изгнал практически весь народ из Святой Земли, там были оставлены некоторые небольшие группы евреев, простолюдинов, как утверждают комментаторы, которые есть много объяснений этих слов, но главное объяснение это люди, которые были оставлены для того, чтобы поддерживать небольшую отрасль промышленности парфюмерной. Дело в том, что в Израиле произрастал кустарник, который обладал резким, сильным, этиловым маслом, содержал в себе, в стеблях его содержалось это масло, и из него делался знаменитый бальзам, который назывался Шемен Афарсимон. Каждый раз я напоминаю, не путайте со современным Афарсимоном, то есть это хурма, которая продается сегодня в магазинах, ее можно съесть, приятный плод на вкус, красивый, ярко-оранжевый, но не имеющий отношения никакого отношения к маслу Афарсимона. Что имеется в виду под именем Шемен Афарсимон, когда мы его встречаем у наших мудрецов, это вот тот особый бальзам, который мог легко воспламеняться в силу своего содержания этиловых масел, и, как говорят многие источники, только в Эрес-Исраиле, только в Святой Земле произрастал этот вид кустарника, и поэтому это растение. Поэтому были оставлены какие-то группы евреев для того, чтобы они продолжали собирать и производить этот Шемен Афарсимон, и приносить какую-то пользу для новой империи, для государства. Есть такое поселение Пкиин, если я не ошибаюсь, и там есть семья, так-так рассказывают, может быть, даже фамилия у них Зайтуни, или Зайтан, Зайтан, может быть. Так вот, у них есть традиция семейная, что их потомки никогда не покидали Святую Землю. Они были среди тех немногочисленных евреев, которые были оставлены по разрешению власти Навухаднецера и И. И. Как Мальбим объясняет это? Мальбим, для того, чтобы у нас не произошло проблем, для того, чтобы разрешить эту проблему с непонятной реакцией Нехемии, Боже мой, я не знал, каким плохо, как это не знал, ты должен был, знал о том, что происходит там Святой Земле, даже если и пару месяцев уходило на доставку почты на верблюдах или ослах. О ком же он мог действительно не знать? Мальбим не приводит источник, который он использует, но Мальбим достаточно великий комментатор, мнение которого нам достаточно, и как однажды рассказал мне Раф Бензион Зейдбер Шлита, что он, будучи еще в Узбекистане, он изучал Абарбанеля, и он говорит, что сколько раз он не смотрел комментарии Мальбима, как правило, Мальбим идет вслед за комментарием Абарбанеля. И тогда это еще более авторитетный источник. Так вот, Мальбим говорит, что идет речь именно о тех евреях, которые никогда не покидали Святую Землю, и почему их жизнь особенно тяжела. Они, ну, в общем, все там население было, как мы говорили, 40 тысяч, первая группа, потом были еще какие-то группы, которые пришли через 23 года с Эзрой, однако очевидно, что население было не слишком большим. Давайте вспомним еще мнение Абарбанеля, как раз, которое я только что упоминал, который говорит, что 42 тысячи это мужчины, соответственно, если добавить еще женщин и детей, то мы говорили, что по самым смелым оценкам население могло превышать даже 200 тысяч человек, что уже приобретает достаточно внушительные размеры плюс рождаемость, плюс отдельные личности, которые пребывали туда своим ходом и после прихода первой группы. Итак, есть какая-то группа, мы не знаем, насколько она многочисленна или малочисленна, очевидно, что она небольшая, которая живет в земле Израиля с самого начала и никогда ее не покидала. Эти люди, говорит Мальбим, предполагает Мальбим, всегда оставались под властью Пеха, знаем, кто это такой Пеха, руководитель или начальник, глава администрации вот этого самого маленького, административной единицы Персии, а также они подчинялись хозяину Заречья, то есть края этого. И эти люди, очевидно, всегда были персами или вавилонянами или неважно кем, но не евреями. Нам известен только Даниэль, Эзра, Нехемия, единственные еврейские Пехи, которые возглавляли Иерусалимскую пахву или пахват Иуда, Иудея. И как-то Мальбим находит силы или логику в этом. Говорит, что когда даже еврейские Пехи возглавляли еврейское население, то их власть распространялась только над теми евреями, которые пришли во время, ну, благодаря той декларации Корыша и после этого, в течение двух-трех десятков лет после этого. те же евреи, которые всегда оставались здесь и всегда имели другое, ну, не гражданство, не прописку, как бы это сказать, отношение к другим слоям общества и к другой власти, они всегда даже параллельно, когда уже существовала другая власть на этой земле, у них был другой статус, иной. Они продолжали подчиняться старым каким-то властям, не еврейским. И, разумеется, им нечего было ждать милости или поблажек на уплату долгов, уплаты налогов, и они очень страдали. Вот так вот Манбим объясняет неадекватную или очень тяжелую реакцию Нехемии на то, что он на ту информацию, когда он слышит, что жители находятся в беде. И сказали они мне третий стих. Оставшиеся те, что остались там после плена в стране в большой беде и унижении, а стена Иерусалима разрушена, и вот и ворота его сожжены. Все это еще идет речь о том, что не было никакой реставрации стен или кварталов Иерусалима, кроме самого храма на Храмовой горе. То есть ремонт и создание какой-то инфраструктуры, ничего этого не происходило с самими районами Иерусалима. Стены сожжены, как мы знаем, что вавилоняне, каздинцы не остановились только на сожжении храма, а они также и приложили руку к разрушению стен. И было, когда услышал я эти слова, сел я, и вот та реакция ее Нехемии, сел я и заплакал, и пребывал в трауре несколько дней, и постился я и молился перед Богом Небесным. Даже если мы скажем, что речь идет о небольшой какой-то части группы населения, еврейского населения Святой Земли, тем не менее, наоборот, это показывает, какой чувствительностью, насколько человек был рогиш, чувствительный к беде другого. Другие бы сказали, ну, есть кто-то, кому не повезло с пропиской, не повезло с гражданством. Другие-то живут нормально. Нормальный лидер или достойный лидер всегда заботится о боль каждого еврея, самого простого, боль одного еврея, она обязательно не оставляет его безразличным. Помните, как есть Медраж, который говорит, что Всевышний проверял наших лидеров, выбирал себе пастырей своего народа среди овец, среди, во время того, как они пасли свои стада. Давид, рассказывает Медраж, посылал, подводя стадо на какие-то луга, сначала пускал молодежь, которые не обладали сильными челюстями и сильными зубами, не могли пережевывать и срезать жесткие стебли, которые находятся уже ближе к земле и коренье, а они могли только срезать своими зубами верхние мягкие молодые побеги, ростки, листки. И Давид сначала пускал молодняк, потом вместо них, когда молодые особи наедались, насыщались, он их отправлял в сторону и после этого пускал старых, мощных самцов и особей, которые могли справиться уже и с более грубым и сухим кормом. Также и Мошера Бейну, когда он пас стада своего тестя и тро, проходило это в течение нескольких десятков лет в пустыне Синайской, даже когда один всего лишь ягненок убежал от него, погнался за ним и догнал его, настиг его и увидел, что он просто хотел очень пить, и он припал к какому-то роднику, сказал, Мошер, так ты не просто хулиган маленький, ты хотел пить, а я гнался за тобой, я пугал тебя, так он не только его взял обратно, а понес, просто понес на своих плечах и Всевышний, видя вот такое отношение к простой скотине, говорил, вот такие пастыри моему народу нужны, если он к овцам так относится, к ягнятам, так как он будет относиться к евреям, и вот Нехемия здесь проявляется, мы видим его в этой роли достойного лидера с достойными чертами, необходимыми для лидерства, и было, и сказал я, вот молитва Нехемии, о которой я говорил, которая будет тянуться вплоть до окончания первой главы, и было, когда услышал я эти слова, сел я и заплакал, пребывал в траву несколько дней и постился, и молился перед Годом, и сказал я, Господи Божий Небесный, прошу Тебя, Божий великий и страшный, хранящий союз и милость к любящим Его и соблюдающим заповеди Его, прошу, да будет внемлющим ухо Твое, а глаза Твои открытыми, чтобы слышать молитву раба Твоего, которую возношу я перед Тобою сегодня, днем и ночью, о сынах израилевых рабах Твоих, и каюсь я в грехах сынов, и я, и дом отца моего, грешили мы, виновны мы перед Тобою, и не соблюдали мы заповеди и постановлений и законов, которые Ты заповедовал Моше, рабу Твоему. Вспомни же слово, которое заповедовал Ты, рабу Твоему, Моше, сказал, если вероломны будете, я рассею вас среди народов. Здесь Нехемия цитирует или произносит слова молитвы, очень похожие на то, что сказано в Торе, в Тохаха, в упреке народа Израиля, в главе Вайтханан, Льоткетаво. В главе Кетаво говорится, давайте посмотрим, откроем. Глава 28, стих 64. «И рассеет Тебя Бог по всем народам от края земли» Книга Дворим, простите, глава Кетаво, книга Дворим 28, 64. «И рассеет Тебя Бог по всем народам от края земли до края земли, и будешь Ты там служить богам иным, которых не знал ни Ты, ни отцы Твои, дереву и камню, но и среди тех народов не найдешь Ты покоя и не будет отдыха ступне Твоей». Это отрицательные отзывы или угрозы народу Израиля и, в общем-то, результат подобных указов, подобных угроз мы сегодня пожинаем, читая книгу Нехемии. А вот в главе Ницавим, следующая глава, 30 глава, второй стих, уже немножечко более позитивные слова. «И обратись ты к Богу всесильному Твоему, и исполнять будешь волю Его во всем, что я заповедую тебе сегодня, Ты и сыны Твои, всем сердцем Твоим и всей душой Твоею, и возвратит Бог всесильный Твой, изгнание Твое, и смилостивится над Тобой, и опять соберет Тебя из всех народов, среди которых рассеял Тебя Бог всесильный Твой». Абсолютное совпадение между стихами не абсолютное, но по смыслу напоминающее, дублирующее слова. «Вспомни же слово, которое заповедовал ты», что мы сейчас прочитали, «Рабу Твою маше, сказав, если вероломны будете и рассея вас среди народов, если же возвратитесь вы ко мне и будете соблюдать заповеди мои и исполнять их, то если даже будете вы заброшены на край неба, то и оттуда соберу я их и приведу их на место, которое я избрал, чтобы доводить, водворить там имя мое». И последние два стиха, 10 и 11. «А ведь они, рабы Твои и народ Твой, которого вызволил Ты силой Своей великой и рукой Своей крепкой, прошу Тебя, Господи, пусть же ухо Твое внемлет молитве раба Твоего и молитве рабов Твоих, что хотят благоволеть перед именем Твоим. И прошу, дай преуспеть рабу Твоему сегодня и пошли ему милость этого человека. А был я виночерпием у царя». Нехемия просит, просит у Всевышнего, чтобы он помог ему в его задумке, что он сейчас задумал сделать. Сейчас он собирается, услышав о том, в каком бедстве находится немалая часть народа Израиля в Святой Земле, понимая, что причина этому, как объяснил Марвим, может быть, то, что есть какие-то слои общества или группы отдельные еврейского населения, которые имеют другую власть над собой или подпадают под другие законы. Разумеется, и крепостная стена в большей мере становится также причиной бедствия, всеобщего бедствия. Он тоже это упоминает. А значит, это стены разрушены, ворота сожжены, а мы говорили об этом. Город находится открыт для нападений на летчиков, бандитов днем и ночью. Дальше мы увидим, что суббота была, не совсем суббота, ощущения субботы не было. Я как-то был в Петахтикве на шаббат, и нужно было молиться Минху. Мы пошли, мой знакомый повел меня на Минху через светофоры, через... Ты привык жить в тепличных условиях, в Бнебраке, в Иерусалиме, в Кириоцефере, в религиозных кварталах. Вдруг ждешь промсор, ждешь красный свет, желтый свет, зеленый свет. Пошли, машины стоят, ждут, машины поехали. Ощущение жуткое для тех, кто от него отвык, кто живет в более удобных условиях здесь, в Святой Земле. Что было, какая проблема была там в субботу? Не светофоры и не движение на улицах, а торгаши, разные купцы, которые вынуждены, ну, находясь, продолжают торговать со своих лотков и магазинов в субботу, вынуждали многих евреев, которые были, наверное, не совсем сознательны или думали, что, может быть, есть какое-то разрешение поступать или что-то брать, шли и покупали в субботу, носили деньги, оплачивали счета, что, разумеется, сопровождалось с многочисленным осквернением субботы. В общем, крепостные стены также являются важной задачей Нехемии, и он спустя несколько дней молитвы и поста решает отправиться к царю и умолять его о выдаче разрешения на возведение крепостных стен и создание полностью закрытых ворот, закрытого контура по всему периметру старого города современного Иерусалимского. И говорит он здесь, «И прошу, дай преуспеть рабу твоему сегодня милость этого человека». В скобочках перевели правильно царя, но, понимаете, это слово «этого человека», особенно на иврите, звучит «лифныга и шазе», немножечко звучит с пренебрежением. Пусть он и аллахический еврей, пусть он и наш человек, а мы сейчас увидим, что рядышком с ним сидит мама Эстер, не жена, не кто-то другой. Есть мнение, что был кто-то другой, но мы будем придерживаться, что это была Эстер, как говорят многие медроши и комментаторы. И, тем не менее, все-таки он был больше персом, чем евреем, императором Персидской империи, и к нему нужен особый подход. И отношение к нему видно, как Аиша-Зе. в книге Берришит, когда Яков посылает, начинается история с Иосифом, с захватом Беньямина, Шимона. Когда Иосиф потребовал, чтобы братья привели обратно в виде доказательства Беньямина, так Яков говорит братьям, своим сыновьям, возьмите разных пряностей, разных хороших вещей из Святой Земли и предстаньте, отвезите этому Ишу, этому человеку. Иш, прежде всего, это слово Ишиют, личность, важный человек, но есть здесь некое пренебрежение. А был я вина черпием у царя, так заканчивается его молитва, и должность эта, как мы сейчас увидим, оказалась ключевой, потому что прямой контакт, чуть ли не ежедневный, обеспечивает возможностью походатайствовать о своих собственных важных делах, что Нехемия с Лихвой использовал. Можно приступить к второй главе, как я обещал, глава, как я предупреждал, глава очень короткая, первая, поэтому мы успеем сделать задел на следующий урок и начнем вторую главу. Было в месяце Ниссан, в 20-й год, царство царя Артахшасты, вот уже здесь говорится и титул его, вино перед ним, а я взял вино и подал царю, а обычно не выглядел я грустным в его присутствии и сказал царь мне, почему ты выглядишь печальным, ведь ты не болен, не иначе, как зло на сердце у тебя. царь, разумеется, сразу обратил внимание на необычное состояние, которое человек, находясь на такой должности, не может себе позволить. У тебя есть проблемы, сейчас отбросите все проблемы, потому что своим кислым лицом ты не должен досаждать царю. Но сейчас как раз Нехемия преднамеренно, наверное, был в таком состоянии, что ему и не нужно было играть, не нужно было прибегать к театральным способностям. Лицо его было искажено плюс три дня поста, которые он проделывал до этого, все вместе сыграло ему на руку и царь обращает внимание тут же на изменения, которые, на выражение лица, которое обычно не было у Нехемии. И сказал мне царь, почему? Прочитали стих 3. «И сказал я царю, и очень я испугался». Видите, царь сразу заподозрил неладное. Если ты не улыбаешься, может быть, ты задумал что-то плохое против меня. «И сказал я царю, доживет царь вовеки, как же мне не выглядеть печальным, если город, где могилы предков моих, разрушен, а ворота его сожжены огнем? И сказал мне царь, что же ты просишь? «И взмолился я перед Богом небесным и сказал я царю». Какому царю? Всевышнему. «Если сочтет царь за благо, и если нашел им милость в глазах царя, то пошли меня в Иудею, в город могил моих предков, и я отстрою его». Наше время подходит к концу. Для задела нам хватит. На следующий урок я вам приведу здесь небольшой дружь для завершения. Немножко на десерт. Слово. Здесь есть слово. Во второй главе. стих 16-й, стих 13-й. «И выехал я ночью через ворота, и осмотрел я крепостные стены». Вторая глава, 13-й стихи Иерусалима. «Что были разрушены». Так вот, если читать на иврите, кто знает иврит, легко поймет, о чем речь, здесь слово сказано «Стены порушены». «Вегема швурын». «Вегем пруцим». «Гем пруцим». Есть в них бреши, есть в них проломы. Слово «гем» состоит из двух букв. «Гем» — это «они». «Они стены». «Гем», «Гей» и «Мем». Так вот, «Мем» — в иврите, есть несколько букв, которые в случае написания в центре слова у них одна форма написания, одна цура. Если же это идет в конце слова, то эта буква называется «Мемсофит», или «Нунсофит», или «Пейсофит», или «Хавсофит». Есть четыре буквы таких. И «Цадиксофит» также. Пять. И здесь буква «Гем», вместо того, чтобы «Мем» была написана в закрытой форме, как «Мемсофит», а «Мем окончательный», «Мем конечный», она вдруг написана таким образом, как будто бы она находится внутри слова. То есть, разумеется, это не ошибка, это не опечатка типографа, а скрывается здесь намек. Как наши мудрецы смогли открыть разгадку этого намека, этого ребуса? Есть другая книга, книга пророка Ишаяу, что там уже, уже там был заложен этот ответ на намек, но только, Ишаяу ведь жил гораздо раньше, чем Нехемия, во времена первого храма, а книга эта написана во времена второго храма, Эзрой, точнее Нехемии. И, по-видимому, после того, когда в Нехемии было написано это слово, с неправильным написанием мем закрытая, мем конечная, не конечная, а открытая, так обратили внимание на другой стих и поняли, о чем говорится у пророка Ишаяу, стих 9, глава 9, стих 6, для приумножения власти и бесконечного мира на престоле Давида и в царстве его, для укрепления и поддержки его правосудием, ревность Господа цвокот. Шестой стих теперь на иврите, где здесь аномалия, где здесь неправильное написание. А здесь опечатка Ишаяу, 10 глава. Текста у меня перед собой нету на иврите, потому что книга сделана против 9, 10 главы идет 5 глава. Искать я не стану, тратить наше время, которого не осталось. Вот так. Просто я по памяти скажу, там ле-марбе-мисра, там есть такое слово ле-марбе-мисра, то есть для того, чтобы было много власти, и марбе написано, какая буква, вместо закрытой она была ле-марбе, вместо обычного написания открытого, потому что буква мем в слове ле-марбе для большого количества власти еврейской, нужно, что и власти царя Давида, потомков царя Давида, что нужно? Нужны стены. То есть, если здесь в слове марбе, буква, которая должна быть открытой, она закрыта, что указывает на то, что нет власти у еврейских, у потомков царя Давида. Или когда эта власть будет, когда гем прутсот, когда стены перестанут быть закрытыми, когда стены перестанут быть разрушенными, когда будут замурованы все пробелы, все бреши в стенах, тогда и будет много власти царского дома Давида, отпрысков власти Давида. На сегодня все. Спасибо за внимание. И с Божьей помощью мы встретимся через неделю, продолжим изучение второй главы книги Нехемии. Спасибо. До свидания. До новых встреч.